Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Это плановое посещение. Оно было запланировано еще в конце прошлого года. Генеральный инспектор концерна «Росэнергоатом» на Смоленск АЭС. В целом, разделы трудовые отношения и рабочее время выполняются в плане. Конференция трудового коллектива. Чтобы труд был безопасным, соблюдайте охрану труда. Ведь это так просто. Охрана труда глазами детей. Лично я, как работник предприятия, ежегодно, добровольно участвую в таких мероприятиях с большим настроением. Всероссийская экологическая акция «Зеленая весна». Страшная цена была заплачена за опыт на Чернобыльской атомной станции. Митинг памяти годовщине Чернобыля. Хоть мы по масштабам очень далеки, есть у нас, однако, родственные свойства. Едем сыновь, то есть, жмите. Поэтический вечер в детской музыкальной школе. На Смоленской АЭС в работе второй и третьей энергоблоки. Общая мощность составляет 2111 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Выработка электроэнергии за апрель месяц составила 1,52 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. С начала года выработка составила 7,54 миллиарда киловатт-часов. Сверхплана 166 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Опыт Смоленской АЭС заслуживает внимания других атомных станций России. Об этом заявил генеральный инспектор концерна «Росэнергоатом» Николай Сорокин 27 апреля по итогам планового инспекционного посещения филиала. Инспекционное посещение Смоленской станции состоялось с 24 по 27 апреля. В состав комиссии входили инспекторы Центрального аппарата акционерного общества концерна «Росэнергоатом» и Ленинградская АЭС. Они совершили обходы производственных помещений, провели собеседование с руководителями, проанализировали документацию, наблюдали за выполнением замера сопротивления изоляции на комплектном распределительном устройстве первого энергоблока. Как сообщил заместитель генерального инспектора концерна «Росэнергоатом» Павел Медведев, целью комиссии была оценка результативности выполнения мероприятий, разработанных по итогам комплекса и проверки обеспечения безопасности в августе 2016 года и оценка эффективности работы службы главного инспектора Смоленской АЭС в части проведения инспекционных проверок внутренними комиссиями. Кроме того, в поле зрения инспекторов попали вопросы обеспечения безопасности при работах в электроустановках. СМОЛЕНСК АЭС Выступая на конференции, заместитель директора по управлению персоналом Анатолий Терлецкий сообщил, что работодатель и трудовой коллектив Смоленск АЭС свои обязательства по выполнению коллективного договора в 2016 году выполнили, что было признано на собраниях всех подразделений атомной станции. После обсуждения докладов и выступлений единогласным решением делегатов коллективный договор за 2016 год был признан выполненным. Выбраны делегаты от СМОЛЕНСК АЭС на конференцию работников акционерного общества «Концерн Росэнергоатом». В завершении конференции директор САЭС Павел Лубенский поблагодарил персонал за труд и отметил, что выполнение обязательств коллективного договора – одно из важнейших направлений в совместной работе администрации и первичной профсоюзной организации. Более ста детей разных возрастов приняли участие в традиционном конкурсе рисунков «Чтобы с тобой не случилась беда, помни законы охраны труда», организованном СМОЛЕНСК АЭС. Торжественное чествование победителей и призеров состоялось накануне Всемирного дня охраны труда, 24 апреля. Призывы применять средства индивидуальной защиты, беречь глаза при сварочных работах, быть осторожными с электричеством, знать и четко соблюдать правила охраны труда, работать только безопасными методами – все это можно увидеть в детских рисунках. А их в этом году на суд-жюри было представлено рекордное количество – 107 работ. По всему видно, ребята специально готовились к конкурсу, поскольку довольно осведомлены в вопросах охраны труда и уверены, что в ней нет мелочей. Спасибо, что вы не безразличны к вопросам безопасности, к вопросам безопасности ваших мам, пап, которые заняты на производстве и приняли участие в нашем конкурсе. Победители конкурса были награждены дипломами и сувенирами от профсоюза СМОЛЕНСК АЭС. Их рисунки направлены на корпоративную выставку в центральный аппарат концерна «Росэнергоатом». Подарком для юных агитаторов за безопасный труд стала виртуальная экскурсия на атомную станцию в интерактивном зале СМОЛЕНСК АЭС. Чтобы труд был безопасным, соблюдайте охрану труда. Ведь это так просто. 28 апреля Атомград-Десногорск принял участие во Всероссийской экологической акции «Зеленая весна», инициированной неправительственным фондом имени Вернацкого. По предложению СМОЛЕНСК АЭС в этом году к ней также присоединились предприятия, организации и жители столицы региона во главе с Управлением Росприроднадзора по Смоленской области. Таким образом, в год экологии «Зеленая весна» на Смоленщине стала мероприятием регионального масштаба. Десногорцы вышли на уборку города, чтобы подготовить его к празднованию 1 мая и Дня Победы. В экологическом субботнике приняли участие более 700 работников и ветеранов СМОЛЕНСК АЭС, предприятий и учреждений Десногорска. Штаб под председательством директора СМОЛЕНСК АЭС Павла Лубенского и главы Десногорска Андрея Шубина определил фронт работ и оценил степень готовности к их выполнению. После этого трудовой десант приступил к работе. Очищали от прошлогодней листвы и мусора дороги и тротуары, лесопарковую зону и набережную водохранилища, площадку в районе скалодрома, облагораживали прилегающие к ним территории. Все участники «Зеленой весны» отметили важность проведения экологических субботников. Они не только приносят пользу города, окружающей среде, но объединяют всех десногорцев. Несмотря на такую не очень хорошую погоду, ветераны вышли убирать свой город. Люди пришли, во-первых, они пообщались радостные, веселые, поэтому я думаю, что это очень даже хорошо. Проводимые субботники, они уже не один год проводятся, они объединяют десногорцев. В общем-то это уже стало доброй традицией. В преддверии знаменательных дат, как 1 мая, 9 мая, я считаю, что замечательно то, что мы приводим наш город в порядок и своим примером показываем подрастающему поколению, как оно все должно быть, как оно было раньше в советские времена. И хотелось бы, чтобы вот эта чистота, она поддерживалась в течение года. Было у нас чисто, красиво. Мусора поуменьшилось в сравнении с прошлыми годами. Будем поддерживать и дальше такую же чистоту. Весь намеченный объем работ был выполнен качественно и в срок. В 31-ю годовщину Чернобыля на площади перед администрацией прошел торжественный митинг памяти. В нем приняли участие представители муниципальной власти, трудовые коллективы предприятий и учреждений города, общественной организации, учащейся школ. Открыл митинг глава муниципального образования города Десногорск Андрей Николаевич Шубин. Мы будем вечно помнить их подвиг и то, что они сделали для спасения всего мира. Жизнь продолжается. И этим мы обязаны тем, кто своими делами закрывал нас от страшной беды. Их подвиг навеки записан в летопись человеческого мужества. Директор Смоленской АЭС Павел Лубенский отметил, что атомщики давно осмыслили произошедшее на Чернобыльской станции. Поняли причины, многое изменили в технике, управлении производством, нормативной документации, подготовке персонала, сделали решительный шаг в подходах к безопасности эксплуатации АЭС. Все станции, которые входят в концерн, в контур концерна «Росэнератом» надежны, работа их безопасна, персонал высококвалифицирован, учитывая опыт и не только Чернобыльской атомной станции, мы гарантируем безопасную работу наших станций. Поэтический вечер, посвященный нашему великому земляку Михаилу Исаковскому, прошел 28 апреля в детской музыкальной школе. Исаковские встречи – это литературно-музыкальный проект, который проходит на Смоленщине четвертый раз благодаря инициативе Смоленской областной организации «Союза писателей» и клуба «Чистая энергия» Смоленской АЭС. В зале собрались творческие люди со всей Смоленщины – поэты и писатели, музыканты, журналисты, педагоги и жители Десногорска, кто неравнодушен к творчеству Михаила Исаковского. Проникновенные строки Исаковского не оставляют равнодушными и сегодня поколение внуков и правнуков Великой Победы. Я хочу сегодня всем вам пожелать приятного вечера, насладиться тем искусством, которое я сегодня будет вам представлен. И хочу сказать, что мы должны помнить и знать героев нашей семьи, поистине великих людей Смоленщины. И наша задача – передать подрастающим поколениям ту историю о людях, которым мы гордимся и на которых мы должны равняться. Лирические произведения, философские размышления, любовная лирика – все это выходило из-под пера Михаила Исаковского. Он сам считал, что писать надоясным и простым языком. Именно поэтому его песни и стихи имеют народный характер, и многие люди думают до сих пор, что это фольклорные песни. Более 10 лет в городах, где расположены наши госпори Параса Росатом, проводится проект «Культура Росатома». Одним из направлений этого проекта является поддержание местных инициатив, то есть это городских, региональных сообществ, о проведении тех или иных мероприятий в области культуры. И, конечно, Смоленская атомная станция не могла остаться в стороне, когда по предложению Смоленского отделения Союза писателей России и нашего клуба «Чистая энергия» была инициатива поддержать эти Исаковские встречи здесь, в городе Косногорске. Тем более, они уже стали традиционными. Нам в Смолену повезло, как никому другому. Почему? А потому что у нас есть Александр Трифонович Твардовский, у нас есть Николай Рыленков, у нас есть Борис Васильев, и, конечно же, у нас есть Михаил Васильевич Исаковский, человек, который написал более ста песен, а вообще сто семьдесят три. Сто песен – это те, которые поются. В этот вечер музыкальные подарки дарили коллективы Десногорской музыкальной школы, городского центра досуга города Десногорска, прозвучали песни военных лет, стихи. Безусловно, такие мероприятия способствуют развитию любви к литературе и песне, воспитанию смолян, уважения к настоящей поэзии и родной русской речи. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова